Президент России Владимир Путин уверяет, поправки к конституции движут страну к демократизации общества. Но на деле они официально усиливают полномочия и без того сильного президента, а гражданам не оставляют шансов отстоять свои права. Насколько больше власти будет у президента? По действующей конституции в России существует три независимых друг от друга ветви власти, которые в теории сдерживают и балансируют друг друга. Законодательная ветвь власти России – это федеральное собрание, то есть Совет Федерации и Госдума. Правительство – исполнительная ветвь. Судебная ветвь – это все суды в стране, в том числе конституционный и верховный. Задача президента – обеспечить надлежащую работу и взаимодействие трех ветвей власти, а также четкое соблюдение конституции. Этот документ сейчас гарантирует права и свободы граждан России согласно нормам международного права. Предложенные поправки кардинально меняют эти основы российской государственности. Влияние президента увеличится на все ветви власти. Сейчас судьи конституционного суда могут быть освобождены от должности только по решению конституционного же суда. После поправок состав этого суда сократится с 19 до 11 человек. А назначать и отстранять судей, включая председателя и его заместителя, будет лично президент. Будет с одобрения Совета Федерации. Уже сегодня у президента России есть право назначать 17 сенаторов в Совете Федерации в законодательной ветве власти. После принятия поправок президентская квота увеличится до 30 сенаторов. Семеро из них будут в должности пожизненно. Еще 85 сенаторов – это представители исполнительных органов власти от каждого региона России. Их назначают на должность глава региона. А кандидатуры глав регионов согласовывает президент. То есть после поправок напрямую или косвенно от президента будут зависеть еще больше сенаторов – 115 из 200. Поправки позволят президенту при помощи Конституционного суда игнорировать законы, принятые Государственной Думой. Сейчас президент обязан подписать даже отклоненный им закон, если его поддержали две трети депутатов. Поправки дают президенту право отправить любой закон в Конституционный суд для проверки на конституционность. И если суд решит, что закон таким не является, то не подписывать его вовсе. Премьер-министр России больше не глава правительства, а лишь чиновник, который организует его работу. Полномочия премьера получает президент. Ему больше не нужно согласие Госдумы, чтобы назначать и убирать с должности премьер-министра и всех вице-премьеров. Депутаты лишь могут утвердить кандидатуры на эти посты. Если президент уволит премьер-министра, распускать правительство он после поправок тоже не обязан. Поправки позволяют президенту лично назначать всех министров силового блока и главу Министерства иностранных дел. Принятие поправок Конституции не только расширит полномочия президента, но еще и обнулит сроки действующего главы государства Путина. Раз предыдущие не считаются, он сможет баллотироваться в президенты в пятый и в шестой раз. В 2024 году Путину будет 72 года. В 2030 – 78. А вот преемникам полной свободы он давать не хочет. С поправками одно и то же лицо не сможет баллотироваться в президенты более двух сроков. Без разницы, подряд или нет. Круг потенциальных преемников также сузится. Запретят баллотироваться в президенты всем, у кого когда-то было иностранное гражданство или даже ВНЖ. То есть, если вы с полгода работали, учились в заграничном вузе или на языковых курсах, например, шансов стать президентом у вас, скорее всего, никаких. Отстаивать свои права россиянам станет труднее. Сейчас Конституция России гарантирует соблюдение международного права. Решение Европейского суда по правам человека, например, может не только обязать российскую власть выплатить пострадавшим компенсацию, но и поменять тот или иной закон или практику. Обсуждаемый сегодня в России закон о домашнем насилии – впоследствии требование ЕСПЧ решать проблему такого насилия системы. Поправки дадут российскому закону вверх над международным правом. Если Конституционный суд посчитает решение ЕСПЧ или любого другого международного суда или трибунала антиконституционным, то исполнять это решение в России не будут. Помимо прямых последствий принятия поправок, новая Конституция повлечет за собой масштабные изменения в федеральных, региональных законах и различных кодексах. Какими именно будут эти изменения и что они повлекут за собой, предсказать невозможно. Как и нельзя предсказать полномочия и обязанности совершенно нового органа власти – Государственного совета. В поправках не говорится, какую именно роль он сыграет в так называемом балансе битвей власти.